Это подкаст Сингенты. Здравствуйте, меня зовут Иван Безбородов, я менеджер по цифровым коммуникациям и вы слушаете подкаст Сингенты. Сегодня мы в Воронежской студии с Людмилой Трушкиным, менеджером по маркетинговым компаниям средств защиты семян и Андреем Критским, техническим экспертом компании Сингента, сейчас обсудим какую-то тему. Какую тему, коллеги, мы обсудим? Коллеги, мы сегодня обсудим с вами тему фитоэкспертизы семян, чем она полезна, как она служит на пользу для сельхозтоваропроизводителей и как ее правильно интерпретировать. Отлично, с чего начнем? Что за фитоэкспертиза? Я так понимаю, это сервис нашего нового института защиты семян? Как сервис фитоэкспертиза семян присутствует достаточно давно. Производится этот сервис в трех лабораториях, которые находятся по всей России. Получается, у Сингента сейчас есть три лаборатории, одна из которых находится в Краснодаре, другая в Москве и основная в Воронеже, в Воронежской области, в Институте защиты семян. Соответственно, фитоэкспертиза семян – это сервис, доступный для всех наших партнеров, которые приобретают препараты для защиты семян, соответственно, могут отправить партию семян на анализ и по ним получить некоторое заключение. Андрей, хочу к тебе обратиться. Подскажи, пожалуйста, на твой взгляд, что самое первое, на что стоит обращать внимание в фитоэкспертизе семян? Ну, в любом случае, стоит обращать внимание на то, что, я думаю, ее обязательно нужно делать. Это позволяет перед сезоном, перед посевом дать оценку все-таки, с чем агроном выйдет в поле на посевную, и какой посевной материал он положит в почву для того, чтобы получить урожай. Ну, и, соответственно, фитоэкспертиза семян позволяет также оценить качество выращенных семян, потому что семенные участки должны возделываться целенаправленно, и защита должна начинаться еще, как говорится, на материнском растении для того, чтобы получить полноценные здоровые семена. Ну, а уже заключение по фитоэкспертизе позволяет понять, чистые ли это семена от различных инфекционных начал, какова масса тысячи, какова всхожесть, жизнеспособность, какова энергия этих семян. Фитоэкспертиза семян в данном случае послужит хорошим стартом для подготовки к посевной кампании. Андрей, как и сказал, с чем я абсолютно согласна, от того, какой у нас будет отобран посевной материал, какой мы следующим этапом подберем препарат для защиты семян, от этого и будет зависеть фундамент будущего урожая. Как и при строительстве здания, если мы заложим фундамент шатки-валки, то вопрос, стоит ли вкладываться для стены, крыши. И в данном случае с урожаем точно так же. То есть наша задача обеспечить качественное взросление на самых ранних этапах, в момент защитить семенной материал от семенной почвенной инфекции. Ну, а, собственно, фитоэкспертиза в этом случае… Ну, вообще фитосанитарное состояние посева начинается именно с семян. Вообще семя – это растение, как говорится, в младенчестве. Если на нем уже есть какие-то болезни, то, соответственно, они дальше пойдут по вегетации, если не защищать растения. И придется уже в более взрослом состоянии растения сильнее защищать и применять больше фунгицидных обработок. Кстати, да. Когда мы анализировали данные фитоэкспертизы за последние несколько лет, с 2019 по 2022 год включительно, по всей России, действительно, данные от партии, которая отправляется на фитоэкспертизу, их достаточно много. Присылают их со всей России. И мы видим достаточно интересную динамику по яровому сему и по азиму. Что в последнее время какая тенденция выявилась? Одни из самых вредоносных, вредных объектов, таких как фузариоз, альтернариоз, прослеживалась динамика по результатам фитоэкспертиз. Количество семенных партий с уровнем зараженности от 10% и более за последние три года начал снижаться. И действительно, результат данной динамики в большей степени зависит от того, что хозяйство уже сейчас начало по-иному подходить к выстраиванию технологии защиты своих посевов. То есть где-то это был корректный, хорошо подобранный препарат для защиты семян. В дальнейшем оптимальное количество фунгицидных обработок по итогу привело к сокращению наличия огромного количества патогенов на партии семян. То есть уровень заражения до 10%, от 0 до 5, от 5 до 10, он присутствует. Есть такие партии, на которых находится такой уровень зараженности. Но в целом, скажем, количество партий с уровнем зараженности более 20%, он снизился по всей стране. В частности, это видно в волжских территориях и в сибирских. Андрей. Людмила, тут может возникнуть вопрос. А если посевы семенные были хорошо защищены фунгицидами, и там на семенах или внутри семян нет инфекции, нет возбудителей болезни? То есть можно семена не защищать? Ни в коем случае. Результат фитоэкспертизы, который мы видим, может нам показать, насколько изменилась интенсивность технологии в определенном ряде хозяйств. Но исключить элемент защиты в самом начале семян от семенной инфекции однозначно нельзя, потому что это нам в дальнейшем позволит сохранить весь потенциал, который заложен в самом сорте и так далее. Что есть в ФЭС, да? Что там есть хорошего? Ну, вообще фитоэкспертиза – это составляющая часть комплексной оценки партии семян. То есть при определении всхожести параллельно еще определяется наличие инфекции на семенах. Определяется крупность, выровенность, частота, но и другие показатели, характеризующие именно посевную годность семян. Возможно, возникает необходимость в результате оценки, если выясняется, какой-то дополнительной подработки. Если очень много распыла, примесей, сора, которые будут забирать на себя действующие вещества препарата, которые могут быть тоже, в том числе, нести большое количество всяческой инфекции, то лаборатория выдаст рекомендацию, что семена нужно подработать. Но, я думаю, таких ситуаций очень мало, потому что, как правило, серьезная и интенсивная технология базируется именно на хороших, качественных, надежных семенах. Это, как Людмила сказала, действительно, это фундамент всей технологии. И, соответственно, на слабом фундаменте надежное здание построить практически невозможно, да и если смысл. Вот доступность фитоэкспертизы, она как-то сыграла свою роль вот в исторической, в ретроспективе, на том, что семена стали чаще обрабатывать, и они, соответственно, стали качественнее? В ретроспективе, если говорить, у нас семенные лаборатории делают этот анализ повсеместно, скорее всего, даже требуют от хозяйств, потому что семенной стандарт требует проверки и оценки качества семян перед посевом, и не все семена допускаются к посеву. Ну и, учитывая то, что государственная структура обращает на качество семян внимание, наверное, это тоже дополнительный мотив для агронома для того, чтобы посмотреть на свои семена, позаботиться об их состоянии. Даже если ему, может быть, по каким-то причинам не хочется или нет возможности, в любом случае государственная структура, контролирующие органы его к этому принудят. И можно сказать, что вот наличие такого сервиса, оно дает агрономам инструменты для того, чтобы посмотреть, где там с семенами что не так, чтобы в дальнейшем, уже там, может быть, не в этом году, а в следующем году исправить ситуацию и делать, соответственно, учиться на своих ошибках. Ну, если у агронома есть такое желание, есть все-таки сейчас немало таких интересующихся передовых агрономов, то действительно по состоянию семян можно уже оценить даже, как проходила уборка и как проходило выращивание. Если на семенах присутствует в больших количествах плесень, полевые плесени, плесени хранения, это может свидетельствовать о том, что либо были проблемы в уборку, семенной посев полег, либо при неоптимальной влажности шел обмолот, большое травмирование, повреждение семян, либо в процессе хранения были нарушения режимов, где-то семена лежали возле холодной стены, царевали, крыша текла и все что угодно, в результате чего они потеряли свое качество. Здесь уже можно действительно оценить реальную ситуацию, насколько эта партия пригодна к посеву, если можно ли какие-то сделать действия с ней, для того, чтобы улучшить ее состояние. Если мы видим, что у нас, например, наличие нескольких вредных объектов, оно выше порога вредоносности экономического, соответственно, можно принять решение о том, что данную партию вообще не использовать. То есть и в данном случае решение будет на стороне хозяйства в тему того, что вообще стоит ли данный семенной материал использовать. Это раз. С другой стороны, мы понимаем, что, в принципе, подобрать препарат для защиты семян и его дозировку. Сейчас очень много препаратов для защиты семян, которые работают по всем корневым гнилям, стандартным заболеваниям, которые есть. Вопрос уже тогда в другом, еще в сторону того, что... Есть ряд препаратов, например, в нашей линейке, там их порядка 10 для ярового сева и порядка 20, которые в целом для защиты зерновых. В чем их отличие? Одни подходят для зимого, другие для ярового, одни более мягко работают, другие более жестко. И, естественно, тут надо опираться в целом по подбору препарата, смотря на технологии. Какие предшествия, какой севооборот и так далее. Это один момент. А фитоэкспертиза, что она может дать? Она, в принципе, может помочь принять решение, стоит ли использовать данную партию, допустим, на семенных участках. То есть, если мы говорим о том, что у нас данные участки будут засеваться определенной партией семян, то их качество должно быть по заявленным стандартам. Должен быть определенный уровень энергии и всхожести. И при отсутствии данных показателей не надо рассчитывать, что слабые семена на них дадут чуть больше. Вот сколько есть генетически заложено, любой препарат для защиты семян, он не будет оживлять нежизнеспособные семена. Суть в том, чтобы то, что есть в семени, защитить и не сократить этот период произрастания на самом начальном этапе. Одним словом, фитоэкспертиза нам поможет выяснить, как эти семена можно использовать. Экономически, наверное, правильно сейчас сказать, целесообразно использовать, правильно? Если это все-таки семенные участки, на твой взгляд, какая должна быть энергия и всхожесть? И если это стандартный посев, чуть ли не на фураж, который идет? В любом случае, если это семенной посев или это товарный посев, по всхожести семена должны соответствовать посевному стандарту. Эти нормы регламентированы по всем культурам. Соответственно, они не должны быть ниже. Ну и чем выше будет схожесть, чем лучше будет энергия, тем, соответственно, более надежно будут и дружно появляться всходы, и лучше формироваться густота уже с первых этапов жизни растений в поле. В любом случае, технология начинается с того, что определяется целевое назначение посева. Либо это семенные участки, как сказала Людмила, либо это товарно-промышленные посевы, либо это какие-то посевы, ну, то называется, лишь бы занять площадь. И, соответственно, там не ожидается какая-то высокая урожайность, и, может быть, действительно, какие-то сильно надежные протравители для этой малозатратной технологии не нужны, для того, чтобы не накручивать затраты. Но, с другой стороны, опять-таки, если и семена сами слабоваты были, в почвенной инфекции их еще потом ослабило, ну, эта малозатратная технология может стать, скажем так, и совершенно малой урожайностью. Поэтому, в любом случае, как раз-таки результаты оценки качества семян позволяют понять, на какие посевы по интенсивности, многие хозяйства товарные посевы делят на разные интенсивности, где-то больше дается удобрение, где-то меньше, где-то по минимуму. И, соответственно, понять, оценить, куда для каких полей подходит та или иная партия. Или, действительно, как сказала Людмила, какую-то партию может быть вообще нецелесообразно использовать на семена, даже если она соответствует показателям ГОСТа. Мы уже несколько раз упомянули то, что какими-то препаратами надо защищать, какими-то препаратами, может быть, и не надо защищать определенные семена. Все-таки вот если говорить про то, что надо защищать, какими, и что, и как? Какой интересный вопрос. Я даже с какой стороны начать на него отвечать. Ну, в общем и целом, когда-то, 20 лет назад, когда появилась компания Сингента, у нас были некоторые молекулы, действующие вещества. Действующие вещества разрабатывались, соответственно, по требностям рынка и отвечали определенным требованиям, помогали, скажем так, контролировать патогены и, собственно, защищать весь семенной материал. С одной стороны. С другой стороны, технологии не стоят на месте. На текущий момент у нас вот по зерновым, в компании Сингента, есть 11 препаратов для защиты семян, которые подходят некоторые и для азимы, и для ярового сева. В отличие их в основном по своему действию. То есть есть такие препараты, которые работают только против семенной инфекции. В частности, те результаты, которые нам дает фитоэкспертиза семян, она как раз-таки позволяет оценить, какие именно есть вредные объекты на семенном материале. Согласно данным регистрации препаратов для защиты семян, можно проверить эти данные и подобрать тот самый, который оптимально сработает против данной конкретной болезни, против данного конкретного вредного объекта, и в соответствии с этим подобрать дозировку. Есть еще ряд нюансов, которые необходимо учитывать. То есть фитоэкспертиза – это тоже как элемент. Действительно, она нам позволяет понять целесообразность использования партии семян, потенциал по энергии в схожести, и также помогает нам скорректировать ту необходимую дозировку, которая эффективно и качественно сработает против данных вредных объектов. Чаще всего, Андрей, подскажи, пожалуйста, с чем сталкиваются в виде семенных инфекций по результатам фитоэкспертизы? Ну, это, как правило, чаще всего фузариоза на семенах. Да, не надо думать, если на семенах нет фузариоза, то что в почве растения или проросток не встретится с тем же фузариозом. Альтернария, ну и многие другие традиционные. Допустим, на ячмене нередко попадается головневая, либо внутрисеменная инфекция, либо находящаяся на поверхности. А учитывая то, что это твердая или пыльная головня. Соответственно, то, что на поверхности снять проще, то, что внутри, требует системного действия для того, чтобы препарат проникт. Либо при прорастании семени проконтролировал как раз ту инфекцию, которая находится уже внутри, которая пришла в поле вместе с самим семенем. И некоторые инфекции, в том числе и головневые, они попадают именно только с семенами в почву. Соответственно, тут уже точно нужно проконтролировать, чтобы они не проросли вместе с проростком и не заразили потом уже растения. Спасибо. Кстати, в одном из следующих выпусков я расскажу о том, какой сейчас есть уникальный, единственный в России сервис, который позволяет все-таки идентифицировать и найти пыльную головню на семенах. Отлично, услышимся, как говорится, в подкастах дальше. Я еще не все, подожди. Ну, я просто хотела... Давай, давай. Андрей, ты сейчас сказал про головневую, и действительно, я вот так подумала, а как же все-таки снять головную боль у наших сельхозпроизводителей? Пыльная головня вызывает ряд проблем, да. Есть решения, которые позволяют эффективно снять эту головную боль. Из имеющихся препаратов для защиты семян – это селестмакс. Очень хитрый подход. Людмила спросила у меня и сама ответила. Естественно, универсальное решение, особенно в тех случаях, когда есть на семена головня, что, конечно, более характерно для ячменей – это селестмакс. Какой вывод можно сделать аграрию по результатам фитоэкспертизы семян? Самый простой вывод, делая фитоэкспертизу семян – агроном может понимать те средства производства, те семена, которые пойдут у него работать в поле, приносить урожай, осваивать те затраты в виде удобрения, основной обработки почвы, ну и прочего-прочего. Какого они качества и насколько они надежны, и какая нужна им помощь еще, как говорится, будучи на складе, пока они еще не попали в поле, не попали в почву. То есть после фитоэкспертизы у него есть еще возможность что-то нанести на эти семена, чтобы исправить, допустим, какую-то ситуацию, которая возникла. Я знаю, что Людмила сейчас наверняка нам подскажет, как именно это сделать. Да, конечно. Результат фитоэкспертизы, единожды приняв решение использования данной партии, далее можно убедиться в том, что правильно подобран препарат для защиты семян, либо немножко скорректировать, взять, может, чуть посильнее продукт, либо скорректировать дозировку. Но в любом случае фитоэкспертиза – это один из обязательных элементов при подготовке к посевной. Если перейти в область аналогии, то отправляя работника на важное задание, нужно сделать медосмотр, понять, в каком он состоянии. И уже сделать какие-то корректировки, чего ему нужно для того, чтобы выполнить свою миссию на 100%. Какая спецодежда, какая защита, или, может быть, печеньку ему подарить на дорогу. Классная аналогия. Коллеги, большое спасибо, что пришли сегодня в Воронежскую студию. Я напомню, что с нами были Людмила Трушкина, менеджер по маркетинговым компаниям средств защиты «Семян», и Андрей Крицкий, технический эксперт компании «Сингента». Спасибо вам, коллеги. До новых встреч. Спасибо. Услышимся. Увидимся в полях. Да, это был подкаст «Сингент». Иван Безбородов. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!